МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...важным направлением работы, которое позволяет развивать межпредметные учебные результаты у школьников. Математика, физика, инженерия, проектирование, черчение – все, что дети используют при проектировании роботов. Это принципиально важно для конкурентноспособности нашей страны. Так или иначе, по этому пути идут все страны. Поэтому для нас это крайне важное дело, новое дело, и то из направлений, которое очень активно и быстро развивается, рассказал Ливанов. Во всех офисах многофункционального центра теперь оказывают услуга МВД России по республике. Справка о наличии, отсутствии судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Как сообщается на сайте abdrahmanov.org, чтобы получить такую справку, необходимо предоставить паспорт и заполнить заявление. Услуга бесплатная, доступна гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства или их уполномоченным представителям. Готовый документ можно получить в многофункциональном центре, информационном центре МВД по республике или по почте. Уфа занимает второе место в проекте «Город России». Уже несколько месяцев идет голосование за звание наиболее значимого города страны в рамках проекта «Город России». Национальный символ страны определяет интернет-пользователи. Отметим, что участники представили на проект множество интересных сведений об истории и культуре городов, собрали уникальные фотографии, описания самых известных достопримечательностей и памятников русской архитектуры. Как сообщает информационный портал Уфа-Сити-Ньюс, на данный момент лидером рейтинга является Хабаровск. За него проголосовало свыше 175 тысяч человек. Второе место занимает Уфа. Она набрала почти 117 тысяч голосов. На третьем и четвертом месте расположились Майкоп и Чебоксары. Итоги проекта огласят 30 декабря в 15.00 по московскому времени. До 1 марта 2015 года в Башкирии планируют реорганизовать структуру природных парков Аслы-Куль, Кондры-Куль, Иремель и Мурадымовское ущелье. Отмечается, что первый заместитель премьер-министра Башкирии Рустем Морданов подписал распоряжение о передаче парков введения дирекции по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан. В каждом из парков работает около 100 сотрудников. Каждый парк раньше был бюджетным учреждением. Теперь их, вероятнее всего, объединят в одну структуру, сообщает Реа Башкирия. У меня на этом все. Теперь мы переходим к другим новостям региона на сегодня.